Шесть выводов из книги Андрея Анистрата «Как я просрал банк» Это точно история успеха. Согласен, название книги «Как я просрал банк» звучит настораживающе, но важно учиться не только на чужих успехах, но и на чужих ошибках. Биография бегущего миллионера Андрея Анистрата написана очень искренне. Это и отличает ее от многих зарубежных книг. Я достал из нее шесть прикладных выводов, которые ты сразу сможешь внедрить в жизнь. Взяв на себя ответственность в бизнесе, ты лишаешь пищи свою лень. Многие часто гуглят, как побороть лень. Знакомо? А вот автор книги нашел решение этой проблемы. Окрой бизнес, чтобы на тебя легли обязательства. Взяв на себя ответственность за собственное дело, у тебя не появятся даже мысли лежать на диване. Добавь в свою жизнь немного перца. Ты – пружина, твоя женщина, спусковой крючок. На этот счет есть отличная фраза. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. Бернард Шоу. Вовремя подбодрить, поддержать и замотивировать к действию. Вот что важно получать от твоей второй половинки. А еще очень важно, чтобы она верила в тебя всей душой, без этого никак. Знакомства могут стать твоим денежным трамплином. Да, тут интровертом будет сложнее, но новые знакомства действительно могут дать новые возможности. Для этого как раз и существуют нетворкинги и бизнес-форумы. Поверь, личные связи в нашей жизни играют очень большую роль. Поэтому знакомься, общайся и заводи деловые контакты, которые будут тебе полезны. О том, как кризис сделал Андрея Анистрата миллионером. В книге «Как я просрал банк» есть одна интересная история. Она о том, как в 1998 году в Украине случился кризис, но Андрей не растерялся и сделал на этом состояние. Но поверь, ты не хуже и тоже сможешь добиться успеха в трудной ситуации. Для этого нужно быть наикрутейшим специалистом в том, в чем разбираешься, и быть в нужное время в нужном месте. Помни, что возможности есть всегда. Просто нужно уметь абстрагироваться от негатива и пытаться их искать, что и сделал Андрей. Не упусти момент. Преодолевать черные полосы помогают действия. Когда что-то идет не по плану, часто хочется опустить руки и сказать себе, что эта черная полоса не дает тебе стать успешным. Но если не научиться такие периоды преодолевать, а просто сидеть и грустить, можно остаться в них надолго. Если не можешь двигаться, нагрузи себя задачами. Ведь если не подтолкнуть мяч вперед, то он и не покатится. Понимаешь? Сделай, черт возьми, свой первый шаг, который мешает тебе стать лучше. Распознавай людей правильно и бери манипуляцию в свои руки. Чем успешнее ты становишься, тем чаще на твоем пути будут попадаться люди, готовые чуть ли не целовать пятки. И, скорее всего, они делают это ради собственной выгоды. Если тебя это не устраивает, нужно либо их увольнять, либо перехватить инициативу манипуляции. Для этого нужно изучать психологию людей и уметь срывать ширмы, за которыми скрываются их основные мотивы.